Тимчасово? А там есть постельно или постельно? Тимчасово позбавлено. А было позбавлено тримчасово? Ну так, тримчасово было. А нормальный, 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 нормальный. Требо по лицензии. Это присутствие не имеет. Ну, много раз там. Примонирование бездействия. Требуджатно. Так. Еще какие-то зауважения? Пожалуйста, мы раздаваем. Нету раздаваем. Если мы можем про всю Ганг-Холезону, то вам требует раздаваться, что, возможно, у вас некий долгусношний агентство, в соответствии с тем, что не нужно. Так вот, условно, когда мы будем мовили этот принцип визначать, с породу Ганг-Холезон начальному вакцинику, протинчасово, то и механизм неудроизации. Таким образом, сформулируем. Таким образом, если сезонно есть, то будет контроль. Да. Сдача, например, все используют. Да. 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 У нас откуда взялся этот пункт? Потому что традиционно правоохранительный форум, правоохранительный судья, человек с оружием рад. Откуда взялся, все понятно. Может, если мы заранее понимаем, что мы не реализуем, может быть, мы какой-то другой механизм придумаем. А чему не реализуем? Это, наверное, самый основной для самообороны. Т.е. это ключевой момент, на котором полагают абсолютно все. По всем известно, ты достичь себя и соби дороже. Потому что потом тебе обязательно, в 95 случаях, будут заслуживать. Т.е. требуется один. 99. У нас знающие люди. Давайте... Ну, если существует институт судей присяжных? Так вот он же не существует. Нет, он существует. Нормально. Он только... Единственное, что я слышу в фабринальном процессе, три на официальном кодексе, и он есть. И есть певные категории справ, которые относятся уже зараз до компетенции, до развития судов присяжных. Просто справы, связанные с уставом, не выгодные категории. Ну, может, в реальной жизни тут не работают? Еще не работают. Это бывший институт народных заседателей. Сейчас, после сроков. Сейчас это уже, да. Сейчас это превратилось в суд присяжных. Это бывший еще постсоветский, постсоветский институт народных заседателей, которые рассматривали суды, рассматривали дела. Особо тяжкие приступы. Я пока вопрос снимаю. Саша, изучу суды. Да. В любом случае, смотрите, формат, который мы заложили вообще в создании закона, это формат общественного проекта. Понятно. И мы сейчас хотим, вот на старте, назвать те декларативные причины. Возможно, это наша фантазия, но это смелая фантазия, поскольку мы понимаем, что в нашей стране особенно, если отдать, значит, вот, разбирательство, применение декларативного оружия, оно рискует, так сказать, в силу субъективизма и нежелание государственной системы, уничтожить, бывает, на самом деле, на первых этапах. Поэтому давайте мы сейчас не побоимся, как механизм, ну, для этого и сам проект, чтобы мы его оттачивали, я думаю, это не связь вам за кисть. Я абсолютно не знаю. То есть пока ничего такого, что нам заважает, не значит, все зрозумие. Требу хоть вас ответить. Пане Владиславу, у вас было там очень серьезное питание, так как того, что мы сейчас вам поговорим. Нет, то нам нужно выяснить, что мы сцены, когда это питание закрываем, приходим же до наступного. Как бы мы вот это до нольмодних питаний. Справляемся с кинем-то операционным, приходим до нольмодних. Но я даже не читал это, я думаю, 200-300 раз, и я уже старался. Не старался, а я... Я почти, знаешь, хотел бы, я сейчас не готовы поднимать внимание, что это будет там еще. Чи был чутен, чи было много отличных деталей. Все же все завершили. Здесь посередине дня, посередине дня, это у нас очаги, ребята, а мы будем успоко диспетировать. Так вот, я хотел бы сказать, вот что, мы багато разів, когда, взагалі, и питань, до речи, журналістов, было много, вот в какой-то способ мы хотим поборвать, например, те же легкопродажные справки, которые мы очень боимся, те же фальшивые документы, их будут, например, свидетельствовать про строковую подготовку, там, або другие вопросы о подготовке людей для продвижения и так далее. Мне кажется, что вот остальная самая формулировка, и надо нам как-то подсиловать немножко расширить, потому что мы написали «Створите механизм нормального контроля с идеальностью, систему лицензирования аттестации властниковой оружия». А мне, я не хотел бы прямо сейчас сказать, какую-то акцию, но я бы, взагалю, хотел бы сказать, что гражданский контроль и это наша единобазия, вот как бы хотел бы видеть сам этот закон, что гражданский контроль он должен принести все уровни закону. И, возможно, это не только наше вопрос о реакциализировании аттестации властниковой оружия. Это в такой же мере относится, например, до поддержки в належном порядке тех же тюрьев, стрельбища или что-то. То есть, сфера использования возможности государственного контроля, она должна посылаться на данный закон. Я уверен, что это я не вижу никакого механизма. когда мы истинно, что мы будем общаться, я всегда скажу, что в том числе и за усилия системы массовой информации. Мы можем понимать, что иначе мы не решим это вопрос. и в том, что следует обратить внимание на то, что ответственность за нелегитимные действия на выдачу справок и так далее. что в случае, если владелец оружия совершает преступление, то ответственность распространяется не только на того человека, который непосредственно владел оружием, а и на всех тех людей, которые выдали ему соответствующие документы, провели с ним соответствующую стажировку, он отстрелял в тире и так далее. То есть персональная ответственность пожизненная. То есть если вы кому-то выдали справку, что он умеет обращаться с пистолетом, вы пожизненно отвечаете за то, что он умеет это делать. ответственность неревизуемая. Ответственность за фальсификацию данных? Нет, я имею ввиду за фальсификацию. Я имею ввиду за фальсификацию, но я имею ввиду, что эта ответственность она наступит в случае, если там совершено какое-то преступление, то она наступит, это как натягчающее. У нас этот принцип был почему-то. Мы о нем говорили о том, что как нового закона, что закон в мае предпочатли в предсиловании ликвидальности в уразе выявлении порушений сбоку последований. Именно персонально и в бесконечном сроке. Или в том сроке, на какой срок выдают соответствующие документы. Прецедент оценки чьей-то ответственности возникнет тот момент, когда будет неправомерно и используя оружие выяснили, что в целом человек может написать в этот пункт дописать. и мы говорим про ответственность в каких-то ключовых моментах, таких как принципово на что? Медичная доляка. Много что? Много Медичная доляка, периодическая аттестация. Много есть вопросов. Ремень ответственности должен быть чтобы не было желания взять 20, а просто 100 баксов. Ремень должен быть чтобы все понимали, что нет, друг, ты вибачь, давай лучше проходь, так как нужно, я сидеть не хочу, я до такого доволен. согласен, согласен, так можно сделать. Мне понравится репортион, я думаю, что можно за 20 баксов купить себе. А нет, по романтике. так так можно сформулировать как в установление персональной ответственности. как так и так и так даже механизм совсем в данном направлении на два слова как я залишу то, мы принципово А вот редакцию, давайте попробуйте подготовить редакцию в следующий месяц. То есть, в моменты, в поправках проведено, надо совсем понять. По пункт шостки мы будем по ходу работы добавлять. Постейно будет добавлять, потому что будет уникать питание. Ну я задумал. Далее. Ну давайте так, спираючись на то, что, в принципе, мы действительно не будем это все выгарбовывать на металле, и что у нас будет возможность постойно в розумных межах додавать что-то. Давайте поставим на голосование питание, то есть, если мы ухваливаемся пункт шости, и соответственно, если мы ухваливаемся принципы и засады, на которых мы должны быть построен в будущем закон Украины. И что это за руководством? Да, за руководством внесения тих правил, которые мы сегодня поговорили с официальною. Я бы даже хотел бы додать, что, враховывая, что это первая заседанная дефекционная рада, у нас всего пока что 9, то и за руководством тих уважаемых, и за уважаемых, которые будут высказаны окремо, в отсутнем на сегодняшнем заседанном, но мы, по-моему, должны выбрать, и у нас не стоит задача, чисто механично, как мы говорим, на заседанной дефекции, что кому-то вставить нужно, значит, есть большая среда, и я думаю, что нужно даже этот протокон, и вообще мы никогда не спеши зафиксировали. А по великому ракону так и есть. Тут варто зазначити, что это не только процесс создания закону, это процесс максимально публичного уговорения, то есть возможность информировать, умол, больше аудитории, что все происходит в таком режиме. Дивитесь, залучайтесь и помогайте. Ну что, я ставлю на голосование вопрос, или принимаем мы принципы и засады, или ухвалим мы их? Давайте проголосуем. Мы принимаем сегодня за основу. За основу. За основу. За основу. За основу. Другой же. За основу. За основу. Это принципово, потому что мы будем доработать. Я еще и маю спитать, кто против, кто отримался. Нет. Друзья, тогда мы переходим до следующей части. До ночи дня. Рукаемся введем. Мы немного должны сказать о том, что будет происходить дальше. Мы датуем протокол по результатам сегодняшнего заседания, который появится на всех профильных ресурсах, на ресурсах партнера, на официальном ресурсе сайте асоциации. Но мы просто закончили позиции, которые называются принципы и засады. У нас наступный крок. Я думаю, что уже исполнить. Я думаю, что уже исполнить. Мы исполнили этот зал. А можно и заведеть это. Сейчас, коллеги. Это больше, чем в дискуссионных вопросах, мы можем сейчас пойти, чтобы назначить какие-то там королевические моменты. Это очень важный момент, который мы должны визначать. Нет, нет, нет. Это не касается самой структуры закону. Друзья, коллеги. Я читал позиции и пропозиции думки нашей сообщества на многих профильных ресурсах. Действительных, четвертых властников оружия. Думки о будущем закону. Розходятся не только для метро. Все хотят его видеть. Все хотят его видеть. Все хотят иметь оружие. Но от полных консерваторов, то есть оружие только мне и моему соседу, умовно. А оружие всем, не на вагу, с регистрационным порядком, но максимальную виду кисленность. Конечно, мы будем работать над тем, что оптимально всех влаштует. Но... Но... Тут другой момент. Это влияет. Если нужно визначить, что мы хотим, что мы хотим, это очень важный момент. Каким мы будем? Этот закон, который мы увидим в будущем, он будет революционным, то есть он будет враховывать лучший периодовый опыт всех законодательных стран, для того, как мы регламентировали, и менять до коренной нашу систему. Или мы идем по компромиссам, когда мы используем фактически, чинную, беззаконную, нормативную базу, дещо и адаптувавшую до сучасных реалий. Это тоже важно. Вот у меня очень простая, поэтому по точке зрения. Я считаю, что, ну, нужно написать максимально хороший... Идеальный. Идеальный. Какой мы...